Извините, я единственный, говорящий по-русски, если у меня есть доктор Алекс, который может перевести с русского на английский. Пожалуйста, кто не понимает, поднимите руки. Ну, вообще-то у нас есть синхронный перевод, но мы будем благодарны коллеге за помощь, если он возьмется. Это касается конфликтных интересов, их раскрытия, хочу сказать, что я не буду говорить о раке у детей, я буду говорить о раке у взрослых, я буду говорить о метастазах легких. Простите, в печени. Здесь немного людей из Филадельфии, поэтому я включила эту иллюстрацию. Она находится между Вашингтоном и Нью-Йорком, посредине между двумя большими городами главными. И наш раковый центр специализируется на лечении меланомы. У нас есть своя клиника. Мы видим и меланомы, и бластомы. Прежде чем я перейду к деталям, мы говорили о эффективности иммунотерапии здесь. Мы знаем, что есть два типа рака. Один отвечает, да, иммунотерапию, в связи с иммунотерапией. Он обозначен здесь, где находится много Т-клеток, 70%. Вот здесь мы показываем. Мы обсуждаем мутацию в опухоли в связи с этим. Обычно это означает... Мы обсуждаем мутации, мы обсуждаем причины курения. Мы обсуждаем факторы, которые не узнаются, не распознаются иммунные системы. Маркеры также важны. И мы говорили о нестабильности. Очень важные факторы перечислены на слайде. Если мы говорим о этих маркерах, мы понимаем, что это важно. Но еще мало этого с точки зрения дискуссии о предикторах. При низкой мутационной нагрузке, при стабилизии, в этом случае, имеется в виду локальчиков. Очень плавно, с какой его опухоли вы имеете дело. И большая часть опухолей отвечает на локальчиков кроник точек. У них есть эти характеристики. С другой стороны, большинство раковых опухолей не обладает всеми характеристиками. Таким образом, большая часть опухолей не отвечает на блокаду чекпоинтов. Это касается как ПИДИВАН, так и СТЛ-4. Их таких опухолей не больше 5%. Это факт. 50%. Иммунологии уже пытаются сделать то-то с этими типами раков до того, как сдаться. Одна из идей – это сдаться, просто не действовать иммунологически, а есть опухоли. Другая идея – пытаться сработать какие-то новые методиотерапии. И вот об этом я хочу поговорить. Спасибо. Как мы можем нарушить тумор-индуцированную, опухоли-индуцированную иммуносупрессию? И здесь показана идеальная стратегия, которую мы пытаемся принять сейчас. Например, противопухолевакцины к новому эпитопу находится, затем компания начинает ее выпускать, затем они начинают ее выпускать на рынок. Это не очень хорошо работает для генерализованных заболеваний, но это может быть хорошо в рамках одевантной терапии, предотвращения рецидивов. Но не думаю, что стоит считать, что нужно сильно надеяться на противопухолевый иммунитет. Можно пытаться сделать что-то в нерамках тела, такие как опухолевые цилифоциты или карта клетки. Мы сейчас работаем над базовыми метителами также. И этот подход просто позволяет усилить действие на опухоль. Кроме того, мы можем надеяться на опухоли микроокружения, просто стимулировать клетки, часто они работают. Другой вопрос касается того, как можно манипулировать микроокружением. Большинство подходов, конечно, сходится на то, что нужно что-то инвестицировать или пытаться что-то нарушить. Например, действие мелосупрессивных клеток. Например, инвестицировать химокины. И доктор Алексеев говорил нам про СССР-22. Но существует достаточно большое количество химокинов и антигенов, которые привлекают клетки локально в опухоль. И которые можно инвестицировать, инвестицировать в опухоли. Также существуют такие вещи, как интерферон или антагонисты ТЛР, некоторые вирусы. Один из способов – это ТВК. Это герпес вирус, который инвестируется напрямую в опухоль и вызывает выразование против опухоли иммунитета. Иногда используется абляция, иммунизация. Мы поговорим об этом. Также они могут разрушать опухоль и за счет продукции разрушения инвестицировать иммунную реакцию. Нарушать защиту иммунных клеток – это тоже важно. Опухолевых клеток. Используются также небольшие молекулы ингибетромека, которые позволяют нарушить макрофагальную защиту. Но это находится на этапе клинических исследований. И существуют комбинированные отходы. И иммунная блокады в рамках комплексной терапии – это что-то вроде тренда для некоторых исследований. И сейчас я хотел бы сфокусироваться на одном типе рака, в котором мы работаем, – это меланома с поражением камеры глаза. Почему такая разновидность меланомы? Потому что меланома метастазирует в печени. И печень – это органы с естественными иммунсупрессивными микрокружениями. И при метастазировании в печени большинство пациентов умирают в течение года. Поэтому мишень, которой мы пытаемся найти подход. Я покажу, как мы это делаем. В целом, это самый распространенный рак глаза у взрослых в павлицах, в козу или в порядке 50 пациентов. Пациент развивает метастазы в печени, и в этом случае живет один год. Один из самых трудных типов меланомы. Мы таких пациентов часто видим уже в условиях нашего госпиталя. Это опухоль, которая не активирует Т-клетки. Здесь очень незначительное количество мутаций. Это не соотносится с другими родными системами меланомы. У опухоли нагрузка очень небольшая. И она, естественно, не обладает микроцветной нестабильностью. Поэтому опухоли не экстрасирует молекулы, которая защищает ее от иммунных атак, например, пятилиганда. В сравнении, особенно с обычной меланомой. Кроме того, опухоли – это окорган, который, естественным образом, индустрирует тренантность, например, тренантность компонента пищи. Его очень сложно атаковать с помощью иммунотерапевтических механизмов. Есть несколько механизмов, которые позволяют использовать это в качестве терапии. Например, эмболизация. В каждом состоянии с эмболизацией ГМКСФ. Мы его знаем, как препарат, который позволяет эмболизировать гранулоциты. В этом случае мы привлекаем гранулоциты к мишени, индустрирует иммунную реакцию. Вы не могли бы включить видео. Итак, анализационный радиолог помещает катетер в печеночную артерию, инъецирует ГМКСФ, эмболизирует опухолевую очагу. И ГМКСФ, инъецирует опухоль, индустрирует, попадает в клетку, стимулирует миграцию гранулоцитов. Затем гранулоциты уничтожают опухоль в клетке, переносят продукты в лимфатический узел. Дальше они стимулируют уже антигенопрезентирующие клетки. Поэтому индустрирование, эмболизация в этом случае очень важна. Идея еще стоит в том, что мы можем стимулировать иммуноответы основного ответа. И мы также надеемся индуцировать системные ответы, иммунные ответы. И это, таким образом, это локальный контроль за счет эмболизации питающей опухоли артерии и стимуляции иммунного ответа. Здесь пока не восклинивается в области опухоли. Но здесь нет прямого токсического эффекта. Это не цитостатия ГМКСФ. Что интересно, разница в выживаемости. ИФС составляет через половину месяцев в сравнении с одним годом в среднем у других пациентов. Также интересно, что если мы даем высокую дозу, то мы видим более интенсивные иммуноэффекты. И если мы даем большую дозу, мы видим также задержку прогрессирования вне печени. Хотя на определенном этапе эффективность останавливается. Это не химиотерапия, где она очень сильно зависит от дозы. Здесь показано получение подклодных метастазов и массивная инфильтрация с подклодных метастазов в среде 80-позитивных клетками. И здесь показано существование больших, также больших объемов среди 80-позитивных клеток в опухоли. И опять-таки появление этих клеток в опухоли и продуцирует системный иммунитет. Мы находимся на фазе, когда мы пытаемся скомбинировать этот подход с эпидемоблокаторами, эпилемумабом и неволумабом. Но дополнительно мы также все равно используем эмболизацию печени. Мы надеемся, что мы можем использовать микросферы, содержащие препараты. Это продуцирует тот же эффект, если мы внедрим в них эпилемумаб и неволумаб. Это интересный подход к системной терапии в сочетании с непосредственным воздействием на иммунитетчика рака. Другой подход у нас есть хороший в соотношении с компанией, которая происходит с фьюжн-протеин, фьюжн-белоком, которая обладает высокой видностью к одному из пигментов, которые экспрессируются меланоцитами. Это позволяет также привлечь иммунные клетки к опухоли. И было показано, что меланомы очень значительные экспрессии от белка GP-100. Здесь показано видео. Если мы используем препараты, которые попадают в опухоли и связывают эти клетки, он может связаться с молекулами. И с другой стороны привлечь туда CD3-позитивные клетки. И дальше вот этот препарат, который висплистическое тело крепится к молекуле на опухолевой клетке и активирует CD3-позитивные клетки через CD3. Меланоциты находятся в клетке, и видно значительное воспаление в коже при введении этого препарата. Здесь виден отек и покраснение. Но мы очень счастливы, потому что мы видим, что этот препарат атакует пигментные клетки. И в конкуренции в итоге пациент обычно теряет пигмент. Это результат атаки вот этой фьюжной молекулы. Количество лимфоцитов значительно поднимается, затем оно возвращается к прежнему уровню. И это показывает, что фьюжная молекула привлекает лимфоциты в кожу и в меланому. Здесь показаны результаты. Множечные печеночные метастазы практически исчезают после такой терапии. И что интересно также. Здесь показаны результаты биопсии кожи. Пациент с метастазами. Вначале это была очень холодная опухоль. Там не было иммунных клеток. Затем после применения фьюжной молекулы мы видим индикаторы воспаления. Экспрессию PD-1, PD-L1. Таким образом это фьюжная протеинка, фьюжная белок, который привлекает Т-клетки. Мы видим, что она опухоль стала холодной и горячей. Это очень важно, если мы хотим организовать атаку на холодную опухоль. Было показано, что кожная реакция коррелирует с выживаемостью. Если мы видим более выраженную кожную реакцию. Это означает, что препарат работает, атакует меланоциты. И это хорошо сказывается на выживаемости. Общая выживаемость показана здесь. Здесь показан исторический контроль. Большинство пациентов умерли за один год, как я уже говорил. И здесь показан пациентам, которые живут гораздо дольше. Сейчас этот препарат находится на второй фазе исследования. Есть две клиники в России, которые будут также использовать препарат. И я надеемся, что мы сможем дать надежду этим пациентам с меланомой в будущем. Итак, я уже выхожу за пределы расписания. Я хотел бы упомянуть механизм резистентности к иммункотральным точкам. Мы знаем, что молекулы сохраняются. Но меланом достаточно резистент к иммунной атаке. Необходимо усиливать эффективность. И это будет показано завтра. Также другим членам нашей команды. Нас сказали, что педель-1, то есть, это большинство меланомы, кроме того, что я вам показывал. Это довольно-таки нехорошее микроокружение. Здесь показано обобщение того, что я сказал. Необходимо атаковать линкоры опухоли, введя туда Т-клетки, введя Т-клетки в опухоль. Но каким-то образом необходимо еще уничтожить микроокружение опухоли. Спасибо. Продолжение следует...